Студия, работаем! Люблю эту команду. Весь день сегодня студия работает. Весь день студия сегодня работает на телеканале Хабаровск. Шестичасовой марафон День молодежи 2020 на телеканале Хабаровск. Наше, можно сказать, одно из заключительных интервью в этом часе. Мы подведем, не подведем итоги, мы последний розыгрыш с Диаром. Диар сейчас настраивает снова свой ноутбук. Пишет свои песни. Это его песни на самом деле. На самом деле, да, все мы знаем. Я напомню, что 839-08-42-128 это номер нашего редакционного ватсап, куда вы можете присылать свои правильные ответы. Викторина, чуть позже, а пока, Даша, что сейчас будет? А пока гости. У нас сегодня очень много гостей. Да, конечно. Давайте покажем еще одних наших замечательных, прекрасных ребят. Дело в том, что в нашем городе есть такое сообщество, в котором не важны, наверное, никакие параметры, кроме одного желания. Это волонтерское движение. Его сегодня представляет Егор. Егор, привет. Привет. И вместе с тем, здесь, Даша, какой-то талантливый текст, видимо, тобой он написанный. Вместе с тем обсудим еще одно направление, но это уже исключительно для школьников. Мария Потапова, председатель муниципального отделения российского движения школьников, представляет, собственно, это движение. Маша, привет. Привет. Но я сразу скажу, что РДШ-то не только для школьников. Не только для школьников? Не только для школьников. Так, подожди, и что, вечерка туда подключается? Что это значит? Нет, у нас просто есть нижний порог, это 8 лет, а верхнего порога нет. В российское движение школьников входят и дети, и педагоги, и их родители. Вот это да. Ого! Потому что все так или иначе когда-то были школьниками, по этой логике двигается? Возможно. Вот товарищи тогда имеют отношение к школьникам. Кто-то их воспитывает дома, а кто-то их воспитывает в школе. Раз уж начали разговор мы с тобой, то, пожалуйста, расшифруй, что такое РДШ, да? Если с Егором, с волонтерской деятельностью все понятно, люди, которые безвозмездно... Поэтому я не понимаю, зачем Егор, мы все понимаем. Нет, мы о волонтерах обязательно поговорим, это люди, которые в этом году очень сильно помогли пожилым людям. Не то, чтобы в прошлых не помогали. Не то, чтобы я. Так вот, Маша, расскажи, пожалуйста, РДШ, это что, про что, поле деятельности какое? РДШ, это общероссийская общественно-государственная детская и юношеская организация. Мы работаем для школьников, во благо школьников, во благо их развития, как творческого развития, так и в абсолютно любых сферах. У РДШ четыре направления деятельности, это информационно-медийная, куда входят все вот смешники, редакторы школьных газет, редакторы социальных сетей школьных. Это сами школьники, правильно я понимаю? Сами школьники, да. Есть направление гражданской активности, куда также входят и волонтеры, есть направление военно-патриотическое, это юнармия, юные помощники пожарных, юные помощники полиции, там очень большой перечень юных помощников. И последнее направление личностное развитие, это творчество в основном, ЗОЖ, все туда входит. В общем, РДШ это такой еще один большой кружок, да? Да. Где можно что-то делать, развиваться. Мне кажется, ты немножко сейчас оскорбила Машу словом кружок. Я сказала большой кружок. Кружище. Это такое масштабное кружище. Ну, смотри, в этом году коронавирус и так далее, при этом сегодня Егор нам рассказал, что ты ему рассказала, что прошло мероприятие какое-то, даже сегодня, да? Да, да, сегодня у нас прошло мероприятие, городская квест-игра «Город молодежи», ну, посвященная, в общем-то, Дню молодежи. Логично. Мы собрали около 90 участников, не одновременно. Не одновременно, вот так. Не одновременно. Подчеркиваем. Подчеркиваем, да, у нас было три захода по пять команд, в каждой команде пять-семь участников. Команды были абсолютно разные, вот это к тому, что РДШ не только прошкольников. У нас были и студенческие команды, была целая семья, которая прямо вот мама, папа, дочь, ее молодой человек, там уже взрослая семья была. Все с огромным удовольствием играли с нами. Ну, квест был построен путем QR-кодов, сканирования QR-кодов и передвижения по маршруту. Ну, в конечной точке, какая команда придет быстрее всех, у нас получала приз от наших партнеров, а партнеров у нас было много. И вечером к нам, после этого обязательно, мне кажется, что-то у тебя. Егор, сидишь, молчишь. Давай поговорим, Егор. Егор, а что ты молчишь? Смотри, Маша посидит. Какой молчаливый. Давай, коронавирус, самоизоляция, вот эта вся история, как волонтеры отреагировали? Ну, это печально. Было изначально печально, потому что много мероприятий просто поехало. Мы недавно выиграли грант, ну, как недавно, в феврале. Вот, но проект будем реализовывать только в сентябре месяце. Понятно, что большой пласт такой летней работы, а лето – это всегда большое количество мероприятий. Да, это маленькая жизнь, как в той песне поется. И вот этот большой пласт мероприятий просто в никуда. Ну, это вот касается… Ну, как в никуда? Секундочку. Извините. Я помню. Я сидел, молчал столько долго. Но, опять же, мы считаем, что… Я почитаю. Ничего не бывает зря, и во время пандемии коронавируса наши волонтеры в первых рядах помогали пожилым людям и тем, кто нуждался в доставке продуктовых наборов. Это ценно, да. Не боялись там заразиться? Были кто-то из волонтеров, кто… Воу-воу-воу, тихо-тихо, посижу дома, отсижусь, потому что волнуюсь сам. Ну, никого насильно туда не заставляли идти. Все добровольные. Серьезно? Ну, конечно, да. Добровольные. Волонтеры. Да, добровольные. Все теперь понятно. Добрая воля. Но все волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, поэтому я думаю, что большого риска не было, да, конечно, безусловно. Даш, ну скажи что-нибудь, сидишь молчал. Можно? Да. Ура, хорошо. Мне на самом деле очень интересно, насколько популярны эти движения, и волонтерская, и РДШ. Есть ли, может быть, цифры у вас, сколько человек сейчас, волонтеры, это у вас, Маша? Ну, у нас, именно в городе Хабаровске, муниципальное отделение РДШ открылось только в конце ноября. То есть, грубо говоря, 19-го года. То есть, грубо говоря, нам полгода. Вот за полгода в городе Хабаровске у нас, ну, около 100 человек актива. Это ребята, которые входят просто в актив городской. Есть ребята, которые создают первичное отделение. Это тоже, это своя маленькая организация на уровне школы. Они там выбирают своего председателя, свой совет, своего ревизора. Такая маленькая власть. Да. У нас большая иерархия. У нас вот есть школа, город, край и федеральный уровень. Алмазный менеджер, изумрудный. Да-да-да. Вот это вот все у нас есть. Поэтому, ну, на данный момент около 100 человек. А мероприятия? Не считаю именно даже вот первичные организации, которые в школе. То есть у нас есть в школе, если первичное отделение, грубо говоря, почти вся школа входит. Вот, да-да-да. Под вот эту сферу влияния всей вашей движухой, вот сколько людей попадает? Есть какая-то цифра там? 100 тысяч человек, миллион, 15 человек, сколько? Ну, я не могу точно сказать. У нас разные мероприятия, направленные на разные, как бы, целевые аудитории. Ну, допустим, самое крупное мероприятие именно городское. У нас это муниципальный слет. Там мы единоразово собираем 300 человек детей и около 50 человек педагогов. И проводим для них вот обучающие семинары, развлекательные программы. Все просто вот такая движуха раз в год у нас случается. А остальное это вот точечные мероприятия. Есть те, которые проходят ежемесячно, именно наши. Там у нас возможные творческие квартирники, конкурсы, вот подобный квест, как сегодня. Я проходил. Там вот тоже разные категории людей. Вот сегодня собрали около 90 человек. Для нас это большое достижение, потому что последнее массовое мероприятие было очень давно. Егор, а как у вас с этим? Не, ну мы чуть-чуть, наверное, ну не чуть-чуть, мы намного старее, чем муниципальное отделение РДШ. Поэтому, конечно, у нас больше народу. Ну, давайте, не слишком люблю сухие цифры, но возьмем так, полторы тысячи человек. Да, но нужно понимать, что есть активные участники движения, есть пассивные участники. Если мы говорим про активных участников движения, то это также примерно там 100-150 человек добровольцев, которые постоянно вовлечены в эту деятельность, которые постоянно с нами на мероприятиях. Ну, то есть вот в принципе вот так. Важно сказать, что у нас более 65 добровольческих объединений на базе школ, СУЗов и ВУЗов города Хабаровска. Но при этом есть же, может быть, самый молодой участник, да, и самый взрослый. Вот интересно, как совмещать работу и волонтерство. Есть такие, которые работают? Ну, есть даже те, кто совмещает пенсию и волонтерство. Ну, нет. Серебряные волонтеры. Серебряные волонтеры, да, конечно, такие тоже есть. Не могу сказать, кто самый молодой участник, потому что, ну, эта цифра никогда не фиксировалась. Возраста нет такого? Нет, нет, нет. Смотрите, когда мы говорим, в смысле, РДШ – это тоже такое добровольное участие в этом. Волонтеры, по определению, это добровольное что-то. Как закрепить человека, там, как-то, не знаю, замотивировать его, заниматься какими-то добрыми делами, вступать в какие-то кружки, если его самого, ну, условно, не торкает. Есть какая-то система, наверное, поощрений, мотивации, и это нормально. Вот чем мотивируют, какие плюшки существуют? Ну, на самом деле, если касательно российского движения школьников, ребята, ну, наше движение построено так, что ребенок абсолютно из любой точки страны может вступить в движение. У нас есть свой сайт rdsh.rf, достаточно просто там зарегистрироваться, заполнить заявление туда прикрепить и заполнить, согласенную обработку персональных данных, тоже туда подгрузить. И ребенок может участвовать в любом всероссийском проекте. А победители всероссийских проектов у нас обычно едут на финал в какие-нибудь всероссийские детские центры. У них проводятся отдельные мероприятия rdsh, как, например, большой школьный пикник, у нас зимний фестиваль проходит. Например, у нас команда с города Хабаровска вышла в финал всероссийского конкурса rdsh территория самоуправления. И в октябре они поедут во всероссийский детский центр смена защищать свой проект по самоуправлению школьной. Ну, я считаю, это неплохая плюшка. В моем детстве такого не было. В моем детстве? В моем детстве такого не было. Детстве? Да, мне 21 год. Детстве. Ну, что же сделать. Давай, пускай, может быть, Егор ответит, расскажет все-таки, как у вас, волонтеров чем мотивирует. Добровольцы Хабаровска – это больше такая локальная тема, прям сужена до города, это все-таки всероссийское движение. И здесь больше мотивашка построена именно на психологии человека. То есть здесь как лидеру, как руководителю очень важно понимать, с кем ты разговариваешь, что это за доброволец. И именно вот от того, какой это человек, от его характера зависит мотивация. То есть кто-то там идет за мерчем, кто-то идет за общением, кто-то хочет получить новые знакомства, новые друзья, кто-то хочет съездить в Москву. И поэтому все вот эти вот, все возможности мы можем им дать. Я правда встречала такого волонтера в своей жизни, у которого спрашивали не раз, она мне сама рассказывала, а что вам платят за это? Вы так много везде участвуете, вам платят, скажите, вы обманываете. Она говорила, нет, а мне ничего не нужно. Я езжу, я общаюсь, мне там слет, там еще какой-то. Просто мне кажется, достаточно, да, я просто вспоминаю себя, не участвовал в своих движениях. Но я понимаю, что мотивация, блин, да это прикольно, это весело, ты среди людей, таких же, как и ты, общая энергия. Энергетика, да блин, ну это как сходить на вечеринку, только еще кому-то от этого хорошо стало. Только днем. Только днем, ну может быть и вечером есть. Есть, Маш, есть квесты по вечерам какие-то? Ну нет, ну будут, я думаю, будут. Ну вот волонтеры до поздна работают обычно. Так, ну у нас, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу. Сегодня коротко, но мы обязательно в студии нашей встретимся. Вновь более широко, это было отличное знакомство. Напоследок. Но не заканчиваются вопросы, да, время заканчивается, но уже не заканчивается. Итак, наш традиционный блиц, Маша. Самое интересное. Кошки или собаки? Собаки. Егор. Такой же вопрос. Нет, Киркоров или Басков? Киркоров. Егор, мы начали, с чего начали, с чего начали, все, подожди немножко. Киркоров. Киркоров, хорошо, хорошо. Лето или зима? Лето. Весна или осень? Весна. Хабаровск или Москва? Хабаровск. Твиттер или Инстаграм? Твиттер. Йога или дайвинг? Дайвинг. Гамбургер или манная каша? Да блин, да, я так же ответил. Кто скажет манная, кому предложить? Я люблю. И то, и другое. Даша любит манную кашу. Бе-бе-бе. РДШ или волонтеры? РДШ. Волонтеры или РДШ? РДШ. Дружба или вражда? Дружба. Ладно, у нас есть еще один вопрос, который мы адресуем вам. Какой бы хотели обладать сверхспособностью, суперспособностью? Какой? Летать. Маша? Очень сложно. Чего бы хотелось? Я и так себе считаю супергероем. Супергерой. Мне кажется, Егор тоже соскромничал. И вот так он умеет летать. Итак, супергерои сегодня были у нас в гостях. Егор Репетей, лидер городского штаба добровольцев. И Мария Потапова, председатель муниципального отделения РДШ. Ребят, спасибо большое. Спасибо вам большое за обездачность здесь. С праздником вас, с праздником всех нас. Скоро вернемся. Не переключайтесь. Впереди розыгрыш призов, подарков. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин